Уважаемые друзья, я приветствую всех вас здесь на передаче влияния из студии телеканала «Импакт», и сегодня у нас будет достаточно интересный разговор. Меня зовут Александр Шевченко, мы вещаемся из Калифорнии, из города Сакраменто. И сегодня у меня здесь в студии, или со мной, в студии находятся два интересных человека, которые прилетели из Украины. Это Владимир Зыбкин из Одессы, я правильно выражаюсь, Одесса или Одесса, и так, и так, да. И Роман Ващук из Киева. Очень приятно, приветствую вас. Спасибо, спасибо, что вы проделали такой долгий путь, и я убежден, что это не напрасно, потому что каждая лепта, все, что мы приносим, не просто своим присутствием, а тем, что Богу удалось сделать, инвестируя в нас так много своих уроков, наставлений, вообще весь жизненный опыт, все перипетии житейские. И потом вот это умение, опять же, как дар Божий, умение это как-то трансформировать, переложить в поэзию, в музыку, в какие-то произведения и донести это до народа, я считаю это очень-очень ценным. Это и есть, наверное, дар Божий, который дается отдельным людям. Потому, друзья, оставайтесь с нами. Мы сегодня поговорим действительно о творчестве, попробуем поговорить о творчестве. Я допускаю мысль, что некоторым из вас, может быть, неинтересно, потому что мы будем цитировать некоторые, может быть, строки, будем говорить о том, о чем не так часто и не так много говорят, к сожалению, в церквях. И между тем, вот я рос, я потомственный христианин, я в третьем поколении верующий человек, и я помню, что это было очень распространенное явление, читать декламации, стихотворения в церкви. Люди все равно слушали, и я допускаю мысли, я верю, что людям нравится, когда это подается грамотно, интересно, как-то с каким-то азартом. Но все, что я помню, и все отпечаток, который это осталось на мне, что это было достаточно примитивно. Опять же, когда мы говорим примитивно, наверное, мы говорим в сравнении с какими-то известными уже классиками литературы. И опять, еще один момент в качестве предисловия. Не знаю, как в ваших кругах, как вы росли, воспитывались, поделитесь этим сегодня, в моем окружении не разрешали, запрещалось читать русскую литературу, литературу считалось, что это не наш мир, это не наши герои, ну, все это не наше. Вообще, история это не наша, страна не наша, все не наше. Как бы было сложно. Отчасти было некое замкнутое пространство, это можно было и объяснить, это был бывший Советский Союз, и оно не давало развиваться. Одним словом, большое спасибо, что вы приехали, и давайте поговорим в целом о произведениях. Так вот, Владимир, давайте начнем с вас. Вот хиты, мы говорим христианские хиты, да, это вообще приемлемое слово или это грубое слово вообще? Можно выражаться таким словом, да? Можно так, я думаю, что ничего в этом страшного. Какое определение этого слова, как бы вы определили хиты? Популярный, известный, широко распространенный, пользующийся популярностью, вот, что можно. Ну, в достаточно высоком уровне у народа. У народа, да? То есть не просто автору нравится, это мой хит, да. У автора все хиты, наверное. Все, что он создает. Да, и последние, самые дорогие. Нет, ну, а вы согласитесь, что есть такой момент, когда автору что-то нравится больше, но между тем народ это как-то то ли не понимает, то ли не понимает, а отчасти это обидно? Очень часто так было. Серьезно? Да, ну, не знаю почему. Глубина чувств, вот то, что мы закладываем, наши переживания, они там, мы их чувствуем. А другие почему-то не чувствуют. Значит, плохо передали, значит, донесли плохо. Но кто-то найдется, кто почувствует. Да. Ну, а в чем тогда вот этот ключ, и в чем тогда секрет, что именно вот это произведение, оно становится хитом? То есть народ как-то его повелся, ну, грубо говоря. Воспринял. Воспринял, да. Тайна. Серьезно? Это тайна. И для меня лично тайна. А ну, Роман, попробуй. Окей, я думаю, что важную роль играет искренность в том, что ты делаешь. Если это то, что ты пережил сам, то есть эти слова, которые ты поешь, эта мелодия, то есть если это созвучно с тем, что происходит у этих людей, то есть есть определенные вещи, к которым все люди имеют отношение. Это любовь, это жизнь, это смерть, это Бог. То есть это темы, которые всегда касаются. Или потрясения какие-то, трагедии какие-то в жизни людей случались. Однажды я выступал в одном концерте, это был светский концерт на большой площадке. Я вышел и сказал, что я пою только лишь о трех вещах. Я пою о семье, я пою о Боге, я пою о любви. И это была мирская аудитория. И мне настолько удивила их реакция. Они начали хлопать, потому что это реально те темы, которые имеют соприкосновение и отклик у каждого человека. И потому если твои песни, твои слова, они не просто вот, они пластиковые, пластмассовые, а игранные, то есть просто сделана рифма, ну, чтобы оно там звучало. Я понял. С тобой мой бой, там, я не знаю, везде там и так далее. То есть когда правильно это касается человека, я думаю, что это и весть. То есть это какие-то отдельные моменты, где удается поймать гармонию или общее настроение в обществе, да? С одной стороны, мне думается, что еще от подачи зависит очень много. Кто подает и как подает. Я вот сейчас, вы говорили, пришла мысль, если бы я пел свои слова, когда любовь приходит с неба, думаю, что не было бы такой реакции, как у Дарины. Ее музыка и ее подача, она как бы мотив основной этой песни передает через... Ну, мои слова оказались как бы подходящими, и поэтому песня приобрела широкую известность. Поэтому от подачи много зависит. Владимир, ну, а разве не так происходит и на светской сцене? Не один же человек и стихи пишет, и музыку пишет, и аранжировку пишет, и исполняет. Наоборот, мне кажется, это компоненты, берутся сильные стороны каждого человека, получается сильное произведение. Безусловно. Все играет какую-то роль, но непосредственно харизма, вот дар какой-то, он существует, и он неуловим, он неосознаваем. Просто вот человеку нравится или не нравится, почему? Он не задумывается, он принимает, слушает, не переключает. Я согласен, сто процентов. Есть вещи, которые вот, вы задаете вопрос, и можно ответить, как бы, логически провести как-то диалектическое какой-то там параллели, да, почему это происходит, почему так случается. Ну, а есть вещи, которые от нас не зависят. В данном случае, как бы, под меня пишут иногда, зная меня, зная мой голос, зная мой характер, они пишут под меня тексты. И иногда мне говорят, ты знаешь, вот эта песня не твоя. То есть она, ну, вот это не твое. Я согласен. Иногда нужно, как бы, услышать, потому что, все равно, то, что мы думаем, это субъективно. Нужно иметь оценку у нескольких людей, профессионалов, чтобы они посоветовали, твое, не твое, надо брать. Это не только, как бы, мыслим, а еще способность передавать. Все-таки есть поэты, мы должны признать, что в одном человеке трудно сочетать все дары, и поэт, он, и музыкант, и исполнитель. Ну, бывают, конечно, такие, как справа и слева от меня, но я имею в виду, что все равно, извините, я шучу, да. Но у меня самый, вот сейчас я хочу подойти к главному моменту, но должны ли мы тогда воспевать просто то, чем живет общество? То есть, многие люди ведутся просто на рейтинг, они, как бы, прощупывают, а, значит, сейчас эта тема в тренде, сейчас об этом все говорят, и именно так говорят, и начинает это, ну, можно сказать, играть под настроение, времени, аудиторию и так далее. Не должен ли, наоборот, творческий человек, особенно верующий в Бога человек, понимающий, что в руках есть дар, использовать, используя вот свой дар, учитывая окружение, как-то поменять, что ли, или переадресовать взгляд людей, хотя бы немножечко, зная их, ведь пророк всегда в своем отечестве, и это здорово, что он с этими людьми вырос, он знает их кухню, он знает их историю, язык, культуру, ментальность. Тем не менее, не воспринимается в своем отечестве. Вы знаете, я подумал однажды, он потому и не воспринимается, что ему верят. Почему его бьют? Вот почему бьют? Ну, потому что это реакция, ведь бить, это же тоже реакция. Да. Значит, зацепил. Этого надо еще удостоиться, как кто-то сказал, в Новом Завете. Зацепил. То есть, не наблюдаете ли вы вот соблазна просто играть на рейте? Я готов вам сказать, да, вот, вот, вы очень осведомлены в вопросе, то есть, вы говорите реально те вещи, которые сталкивается, наверное, каждый певец, музыкант, который достигает какой-то определенного уровня, что есть песни, есть творчество, которое будет приносить деньги, если уж так просто в крови. Мы договорились открыто поговорить. Есть люди, которые много производят дисков, много пишут, каждый год. Есть творчество, когда ты, как христианин, делаешь что, чтобы влиять на этот мир. Вот, вот само слово используют, так как вы сказали, ну, оно такое сложное слово, не совсем. Грубое, да. Да, когда люди начинают делать что-то, используя. Я думаю, что как минимум я уважаю очень людей, которые соблюдают баланс, которые пишут и такие и другие песни. То есть, когда у них есть песни и глубокие, которые призывают людей, которые назидают людей, которые вдохновляют людей, у которых есть песни, которые просто поют о каких-то, ну, я имею в виду христиан, то есть, христианские песни, которые воспевают какие-то вещи, которые доступны каждому. Владимир не будет согласен с тобой. Как можно петь легкие, как бы, песни? Легкие песни, это песни о красоте, о любви. А, я имею в виду Это ближе к лирике. Меня часто упрекают, что я недостаточно лиричен и слишком остро, угловат, грубоват, что я продолжаю творчество Высоцкого. Я не продолжаю творчество Высоцкого, я от него отталкиваюсь. Я его видел живым в 78-м году в Симферополе. Проходил вот так, недалеко. Мне говорят, Высоцкий, я посмотрел, но я его плохо еще знал тогда. С его творчеством был не очень подробно знаком. Но потом я узнал, что у такого, как Высоцкий, есть песня «Благодать или благословение не спошли на подручных своих. Дай им Бог совершить омовение, окунаясь в святая святых». Ну, исцелением от язв и уродства будет душ из живительных вод. Это слово «возврат к первородству» или нет «осушение болот». Эту песню нужно петь церкви. Кого? Высоцкого, да? Она непопулярна. Миру она неинтересна. Интересна, эх, раз, да еще раз. Вот это Высоцкий. Значит, оказывается, аудитория любит свое. Принимает свое. И когда мы поем на ее языке и ее темами, ее эмоциями манипулируем каким-то образом, это им приятно. И не готовы за это плодить деньги. Вот она и становится хитом. Да. Даже если там слова, ну, буквально, я не помню, кто поет, и как, ну, такие вот строчки. «Туловище» вообще. Ну, 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 тут у меня слов нет. На такое словосочетание. Нет, а скажите честно, а обидно, вот когда ты смотришь, даже количество просмотров в Ютубе, ну, вообще, ну, Боже, хочу, чтобы не сказать слов в эфире, за которое потом буду отвечать. Ну, просто, ну, глупые вещи. Но количество просмотров такое, но рейтинг в такое у человека. Обидно? Ну, почему? Почему? Ну, я, например, нахожу в себе силы порадоваться за человека. Это искушение. Это большое искушение. Слава, ну, плохое дело. Это наркотик. Слава — это наркотик, власть — это наркотик. И человек, который... Это написано гордость очей. Да. Это... Ну, все равно, вот, соблазн присутствует. Дарман, как бы, вот, смотришь человек намного более... Похоть очей, похоть плати, гордость житейская. Помните это место? Это слава, секс и деньги. Три вещи, которые, ну, как бы, они неискоренимы в мире. Об этом написано в слове. Я скажу так, что на самом деле это мир. То есть, от этого никуда не деться. Это будет. Это есть. И я знаю многих светских, очень известных, артистов, иногда, соприкасаясь с ними на сцене, то есть, выступаем на каких-то концертах. Да, я пою песни, совершенно другие. Вот. Но я знаю, что у этих артистов профессиональные музыканты, одни из лучших. У них часто, у этих самих певцов профессиональное высшее образование. Они могут петь все что угодно. И сами они слушают хорошую, сильную музыку. Но они делают то, о чем мы с вами говорили. То есть, они зарабатывают деньги. Это очень часто так случается. Это их выбор. Осудить, я не думаю, что это правильно. Да, это мир. Я думаю, у каждого исполнителя есть выбор. Да, и выбор, и то, что приемлемо для разной аудитории. Например, вот Владимир Пресняков и я. Ну, интересные песни, интересные. У него такие музыкальные есть находки. Но я слушаю только одну песню. Бэйлу Христа Владимир Цесан. Это Натсон, да, кажется? это стихотворение Натсона. Это стихотворение Плещеева. А музыка Чайковского. Значит, у него это, вот это для меня. И как он это исполняет с надрывом, там на стадионе шумят. Но это, он перепутал слова, не перепутал. Значит, детей знакомых созвал он. А у Плещеева детей еврейских созвал он. Ну, ничего, я, это прощается, значит, душевно. И то, что он это на перестроечной волне рискнул спеть о Христе, вот я, вот уже у меня вызывает уважение. Светский исполнитель. Владимир, какие, вот вы процитировали Владимира Высоцкого, какие еще вот такие перлы, изюминки, может быть, даже не все произведения, отдельные строки разных авторов запали вот в какие-то периоды жизни, две-три строки. Настолько запали, что стали как-то жизненным принципом. Во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности прошедших дней, до их причины, до основания, до корней, до сердцевины. Это лауреат Нобелевской премии, которую они дали получить, Борис Леонид Пастернак. Но еще примечательно то, что его отец, Леонид Пастернак, художник, жил в Одессе некоторое время, даже недалеко от того места, где я живу. Да, это тоже примечательно. Значит, ну и если уже, а, Пастернаки, цель творчества самоотдача, а не шумих, а не успех. Ну вот позорно ничего не значат быть притчей на устах у всех. Ну, народ, толпа дает ощущение значимости. И вот это пустое. На самом деле человек закапывает свой талант Божий. Бог дал талант, Бог дал иску, многим голос, а они закапывают в плоть, в земное. Когда? Вспомните первые соприкосновения вот с этими строками и ну это же было, наверное, давно. Это было давно, это было потрясение. Потрясение. Я умею восхищаться глубиной, я умею удивляться. То есть я сохранил способность удивляться. И меня удивляют вот люди, какие-то строки поэтические, какие-то, ну вот. А у современника, у того же Евтушенко, хотя он уже ушел. Евтушенко попозже свое дело сделал. Значит, ахайник, но не богохульник, люблю, как божий дар, богульник, и ландыши, и васильки, но ненавижу там, не будем уточнять. То есть я могу цитировать Евтушенко очень долго, он на меня произвел впечатление искренностью, значит, открытостью, вот, и глубиной. Иногда даже прозорливостью он как бы предвидел духовные какие-то вещи. Ну, это же шедевр. Народ дневной, он деловитый, нагловатый. Народ вечерний, добродушный сумасброд. Ночной народ, уже помятый, пьяноватый, но есть особенный, есть утренний народ. Я это цитирую буквально в церкви, когда говорю, потому что мы утренний народ. У нас будущее впереди христиане, то есть он неосознанно тянулся к Богу, вот, он искал это, как тот же Владимир Семенович Высоцкий. Все глубины и Галич, ну, Висбор в меньшей степени, Акуджава, ну, вот, вот, тяга к небесному. То есть Вы на Вашей визитке и Ваш тайтл, как американцы выражаются, прежде всего стоит слово пастор, и Вы не комплексуете, что Вы пастор, и читаете Балата Акуджаву, и... Я благовестник в большей степени, чем пастор, потому что я всегда показываю вот так, я пятый пастор, у нас есть первый, второй, третий, четвертый, там, Санников Сергей Викторович четвертый, мы разъезжаем, мы, мы как бы путешествуем, нас приглашают, ездим, значит, поэтому в церкви есть пастор настоящий, а мы вот помощники. Понятно, здорово. Роман, какие-то строки, какие-то переживания, какой-то аккорд, какое-то соприкосновение произведения, кто-то исполнял где-то что-то, и оно отбилось в твоей душе, можешь вспомнить? Знаете, может быть, есть такой Николай Носков, в этом мире гость непрошенный, отовсюду здесь веет холодом, слышали эту песню? Это здорово, это очень известная песня, называется, «Я люблю тебя», это здорово. Иногда касаются такие вот глубокие слова, такие глубокие темы, даже, ну, обыватели, человека, который питается массовой культурой. То есть, эта песня стала очень известной, эта песня стала очень популярной. Чем тебя зацепило? Чем? Меня зацепило своей глубиной, меня зацепило тем, как он исполнил эту песню, то есть, он ее прожил, он ее очень искусно, как вокалист, спел, но для меня, ну, очень приятно и неожиданно, то, что она таким образом зацепила большинство, то есть, не только лишь я. Там есть какие-то строки о Боге, или там просто о жизни, о любви, о чем? О жизни, о жизни. То есть, получается, что произведение, в котором нет прямого послания о Боге, потому что межлюдину, как бы религиозные, может произвести... В этом мире я гость непрошенный, то есть, здесь отовсюду здесь веет холодок. все понимают. Ну, как бы наша ментальность, вот, обрамленная в религиозность всякие предрассудки, стереотипы, она как бы предполагает, что эта, ну, песня, она, ну, мимо. Она как бы, ну, если ни о чем, может... Может, нет. У Макаревича, если взять, он был старше ее, она была хороша. В ее маленьком теле гостила душа. Да. Вот, все, эту строчку я услышал, все, я, я, я вдохновлен. В ее маленьком теле гостила душа. Ну, просто гениально. Ну, как так вот жонглировать словами? Это я уже меняю тему, да. Вот, все же знают набор этих слов. Тело, маленький, душа, гостить, но поставить их в таком порядке, что это такое? Это да, это чувство. Когда пишут, кстати, когда люди пишут, когда влюблены, когда захлестывают эмоции, все, почти все писали стихи в юности 15, 16. Или когда человек покаялся, там, да, вот этот стрелок. Только обратился к Богу. Я знаю таких людей, обратились к Богу, и вот, просто льется из человека. Другое дело, что непрофессиональные, эмоциональные стихи, особенно женщины, пишут, вот, приносят ноги, почитайте. Я читаю, радуюсь за человека, что вот такие слова. То есть, и Бог радуется, что человек пишет, источник открывается, духовный, прославляет Бога, кается в прошлых грехах. но литературно это, это, конечно, не выдерживает. Ну, понятно, я все понимаю. Среди гордости и предательства, среди гор, барахла, казенного, есть приятные обстоятельства. Я люблю тебя, это здорово. то есть, когда вот человек, когда вот человек мирской, как бы проносит через жизнь свою любовь, через то все, что его окружает, через обстоятельства, через испытания, вызовы. Вот, это касается любого человека, который испытал это чувство, который испытал любовь. К сожалению, я встречаю людей, я часто, ну, частенько бывает возможность служить в колониях, и я объездил, в Украине было их 13, вот, до событий на Донбассе, сейчас их 8, и я 11, в 12 был, то есть, в одной только не было. И в нескольких колониях, общаясь с женщинами, я слышал, что они не верят в любовь. То есть, они говорят, ты поешь песню о любви, и я, нет, и мало того, те, которые там пребывают, это одно, те, которые им служат, которые работают там, их надзиратели, мы, когда вот они провожали нас, когда мы уходили, она говорит, любви нет. И, понимаете, да, то есть, это сложно, и это, ну, неожиданно для меня было, когда женщина не верит в любовь. Я прошу, очень любовь по-своему. Я сейчас вспомнил, ну, юность уже, песня, знаменитая песня, все пройдет, и печаль и радость, все пройдет, так устроен свет, только верить надо, что любовь не проходит, Ну, вот откуда, абсолютно библейский текст. Боярский, да, Боярский когда-то пел. Это характерно для человека искать любви, стремиться. И вот то, что все творчество построено на любви. Слушая вас, я делаю такой, как бы, вывод, что людей подкупает, люди верят в твое творчество, когда это искренне. Искренне, интересно определение слова искренность, это максимальная точность между твоим внутренним настроением, состоянием, содержанием, как хотите, и выражением этого состояния на данный момент. Мы же меняемся, мы постоянно меняемся. Переоценка ценностей. Переоценка ценностей. даже в течение дня мы меняемся, даже в течение дня. Даже на сцене, в течение концерта, есть что-то внутри, какая-то волна, вот что-то сказать, спеть, подчеркнуть. А бывает, самое тяжелое, когда ничего нет, а надо что-то говорить или петь. Но я имею в виду, что, наверное, вот этим, именно вот этим, и аудитория идет навстречу, она как бы верит. Вот ты не врешь, пусть у тебя надрывный голос, пусть ты поешь разные вещи, но, по крайней мере, ты не врешь. Сейчас. Как вот и блатные песни, да, почему они притягивают? Или я не прав? Сейчас есть интересная тема. Я хочу, скажите вы, Да, Владимир. Даже песни такие, на грани фола, как мы говорим, где, ну, полунормативная лексика уже почти идет, и многое прощается. Почему? Потому что открыто, потому что через сердце человек пропускает. Или вот рэп. Вот молодые ребята сейчас, многие слушают, да, ну, как бы, ну, никакое, если так посмотреть. Но когда ты слушаешь текст, или ты читаешь текст, да, вот там как бы обнаженность, абсолютная открытость души. Человек кричит о боли своей там. Почему? Рэп, кстати, феномен. Устали от протяжности, хочется много слов, хочется просто засыпать словами, накапливается огромное количество информации в душе, и вот она вырывается. Ну, это тенденция такая, особенно у молодежи, которую не понимают, которой нет выхода от безысходности. Вот они читают рэп, потому что это выход. Мне кажется, это вот такая тенденция есть. Сейчас я обратил внимание на то, что существует еще образ, который люди любят. То есть не только лишь то, что он поет, не то, какой у него голос, не то, даже как он выглядит, а вот именно его жизнь. Кто он? То есть прошел он там, как говорят, и Крым, и Рим, и медные трубы, там Григорий Лепс, он очень популярен в России, он один из самых первых. И то, как он себя ведет, то, как он говорит, то есть это подкупает людей. Многих... Как бы у него есть определенное право. Образ, да. Я думаю, что спой он сейчас почти любую песню, она будет популярной. Может быть, она не будет хитом, если любая. Но мне кажется, что вот очень многое зависит от того, кто это делает. Определенное количество людей, определенная аудитория, она съедает вот именно этот образ. То есть образ его мышления, образ его жизни. Почему таких людей приглашают на передачи, на всякие ток-шоу, и не хотят, чтобы они пели, а не хотят, чтобы они говорили. Я когда был на концерте у Николая Носкова, о котором мы уже говорили перед этим, то есть он... Он очень хороший вокалист. И я как вокалист, я очень люблю, когда очень профессионально человек владеет своим голосом, своим инструментом. И я сидел в этот концерт, слушал одну песню, он спел вторую, третью, он просто поздоровался и начал петь. Одну, вторую, третью, что это... И я уже даже... Я вокалист, все было очень хорошо. У меня жена чуть-чуть приподнимала челюсть, потому что я был очень удивлен и рад, как все происходит. То есть я просто сидел вот так. Но я ждал, чтобы он что-то сказал. Потому что мне интересно просто, чтобы он поделился не только лишь творчеством, а вот именно как личность его почувствовать. Ну, это правда. И когда он начал говорить, он сказал несколько фраз. Такая тишина была в зале, что если бы упала копейка, наверное, все бы просто эту копейку убрали, чтобы не шумело, чтобы она там не ворочалась. Потому что все хотели услышать, что он сказал. Он сказал буквально несколько фраз. И люди это съели. И все, он начал петь дальше. А бывает, выходит артист, очень хорошая песня. Там очень все... Но он как бы не тот, кто интересен. И он еще надо говорить, я вас люблю, у тебя ваши руки, я хочу сказать, я там та-та-та. Я смотрю на людей, они все друг на друга смотрят, им неинтересно, что там происходит на сцене совершенно. Потом он спел песню, вот песня им интересна, артист нет. А вот я обратил внимание, те люди, которые становятся популярными, которые становятся теми, которых ждут, за которых платят огромные гонорары, они интересны просто как личности. Спасибо. Нечего давать. Спасибо. Мы продолжим наш разговор, он достаточно интересен, поговорим и о церкви, об источнике вдохновения и так далее. Можно что-то услышать? Вот какое-то ваше четверостище под гитару или какое-то произведение, которое вот... Значит, одно из последних, я обратил внимание, то есть публика помогает сориентироваться в направлении. В церкви практически я эту песню не пою, вот, а когда приглашают, вот был в Одессе у нас серьезный форум, не будем уточнять, но человек 500 в одном из санаториев на берегу моря собрались, ну, их трудно в религиозности упрекнуть. Там совершенно... Ну, после песни начали свистеть, махать, я говорю спасибо, они кричат еще. То есть я понял, что вот такая музыка им близка. А, песня простая. Некоторые ее слышали, я... Называется «Слава Богу». Перед песней я сказал, обычно говорю такие слова. Я, как вы видите, из Советского Союза родом, и при советской власти в 70-е годы я начал говорить «Слава Богу». Потом закончился Советский Союз, пришла новая Украина, говорят «Слава Украине», а я продолжаю говорить «Слава Богу». Народе это вызывает поддержку. В общем-то, так песня и называется. «Слава Богу». Начинается она вот таким образом, неожиданно. Всем нам свойственна тревога по дороге на тот свет, потому как там у Бога живы все и мертвых нет. До сих пор Адам и Ева мафусал Енох и Ной, короли и королевы, ну и сосед покойный мой. Короли и королевы, и сосед покойный мой. Если б все землей кончалось, было б легче, меньше бед. Жил себе, как получалось, закопали и привет, но не тут-то было в каждом. Есть бессмертная душа и, конечно, очень важно, как судьбу ее решат, а судьбу ее однажды обязательно решат. Это самое интересное, до чего мы все доживем, скажут, царствие нам небесное, когда мы уже будем в нем. И так дальше. Ну, в общем, такая вот песня, она, конечно, в стиле, в манере Высоцкого. У меня цикл песен есть «Высоцкие мотивы». И я, естественно, звонил в Москву, звонил Никите Высоцкому. Вот он на Таганке сейчас занимается. Отправил ему несколько дисков. Это было еще в 90-е. Тогда кассеты только уже начинались диски. Он дал согласие. В телефонном режиме. Ну, расписок. Я говорю, я беру мотивы. Я не беру слова. Он говорит, вы хотите исполнять папины песни? Я говорю, нет. Я беру мотивы, как сам Владимир Семенович. Эх, раз, да и еще раз. Это цыганский романс. А Владимир Семенович написал на него свои слова. Почему я не могу взять мотив Владимира Семеновича? Хотя тоже неизвестно. Все бардовские это не музыка. Это мотив. Это стихи под три аккорда. Значит, музыка у Рахманинова, у Шостаковича, да. А здесь, ну, такое. И интересно, что вот Роман поет. А я же не пою. Я показываю песню. В бардовской среде есть понятие показать песню. Потому что это не пение. Это так. Ну, здорово. А речи таки. Здорово, Владимир. Здорово. То есть, получается, аудитория вас слышит. Аудитория вас понимает. Какая-то да. Аудитория любит скромных. Скромных людей. Вы скромничаете. Вы поете красиво. Хорошие слова. Я, может быть, я не стараюсь понравиться. И именно на это обращают внимание. Роман, ты хочешь тоже что-то исполнить? Да, я могу исполнить одну песню. А потом рассказать о ней. Как сесть правильно. Ты дал мне шанс Еще открыть глаза Увидеть свет Услышать звуки Я возвращаю Этот дар Назад В твои В твои же Руки Я не наемник твой И не беглец Но сердце хочет По-другому Вернуться Сердце Просится Отец Скорей К порогу Дома Ты позови Меня лишь Позови Мне одиноко Здесь До боли Я возвращаюсь В плен Твоей Любви По доброй По доброй Воле Там еще Много слов Я думаю, что Не буду занимать Время эфира Я хотел сказать, что Эта песня Чудесного автора Алекса Шевченко Он пишет Очень глубокие Стихи, которые Меня очень коснулись И У меня была Вот мелодия Которую я не знал Положить на На что На какие стихи То есть Что должно быть Тем глубоким Тем Что сможет коснуться Людей И вот Когда я прочитал Ваши стихи Которые мне прислали Я был Очень вдохновлен И эта песня На самом деле Она очень многим Людям нравится Буквально За неделю До Вылета Соединенные Штаты Мне написал Человек Из Украины Попросил у меня Минусовку Попросил, что Я Ну это Сложный вопрос Давать минусовки Там и так далее Он говорит Она настолько меня касается Я хочу исполнить ее в церкви Они пригласили меня Я не могу прилететь Приехать Потому что был занят И он говорит Я хочу исполнить эту песню Он мне написал вчера Что когда я исполнил эту песню Там церковь просто Настолько была благословлена Поэтому Слава Господу Когда встречаются Слова хорошие И музыка, которая подходит Это Всегда благословение Спасибо за гитару Очень хорошее Спасибо Ну опять же Вот оно и Получается Что даже Даже эти несколько строк Которые роман сейчас исполнил Я помню Я был на Флориде Там Преподавал в библейской школе И Мне поступил звонок И Была очень плохая новость Извещена Из нашего города И мне было Очень-очень тяжело Просто до такой степени Тяжело Что у меня в желудке Появилась боль Она держала Несколько часов И еще был шторм На море Такой И Я пошел Люди все убежали Как бы с берега Там И я Помню Несколько часов Ходил просто По морю И вот Именно вот эти строки Они Они рождались Что Это дорога в одну сторону Дорога к твоей любви Больше у нас нет Никакого якоря в жизни Если ты мне дал этот дар Я хочу его вернуть тебе Так оно вот Тогда чувствовалось Так оно тогда Виделось И Наверное Оно находит уже Вот Созвучно Вот Потому Интересный разговор Вот дальше Хорошо Вдохновение Или муза Наверное Да Вот Мы назвали наш концерт Строкой Стихотворения Пушкина Веленью Божию О муза Будь послушна Тоже интересный расклад Да Интересная подача Сама строка Предполагает Что Муза Такое дело Наверное Что не всегда Она может быть послушна Веленью Божьему Или не так Вот источник вдохновения Вот чуть-чуть об этом поговорить Источник вдохновения Интересно Что каждый Вот мое Вот такое переживание Я сейчас слушал Александров И подумал Действительно Очень сильные переживания Например Смерть близких Вот Очень глубокие Серьезные Я проанализировал как-то Песни Касаются людей Те Песни Которые были Выстраданы Ну Когда-то Такое Занимался Афоризмами Писал Как Губерман Пытался кратко писать Ну и вот Есть такое То что легко И быстро Дано Радует Лишь отчасти Счастье Должно быть Выстрадано Только тогда Оно Счастье Вот Действительно Вот эти И Люди воспринимают Эту вибрацию Выстраданного Выплаканного Вот Люди слушают песню Они слез не видят Которые Лил человек Может быть Днями Неделями Вот А потом Вышел и спел И люди плачут А эти слезы Вот Иногда в музыке Мы слушаем музыку Да Без слов Да Без слов И люди плачут Что это А даже Альбинони Или это Таката и фугар И минор Баха Я обращал внимание В органных залах Люди замирают Замирают Дыхание Приостанавливается Знаменитая Его Таката А что Это же на первую страницу Библии В начале Сотворил Бог Небо и землю И У людей Что это Ну Здрасте по Матфею Он очень много писал Да О страстях Вот Это передается Хорошо Талантливый человек Действительно Одаренный Богом Человек Чуть позже Тоже поговорим Об этом Одаряет ли Бог Людей Которые Вообще Нерелигиозны Вообще Атеисты Немножко Позже Смерть Пушкина Кричать И возмущаться А другое Просто плакать И сокрушаться В сердце Разные выходы Эмоций Роман Что это Да Вы знаете Меня эта тема Очень интересовала Поэтому Я Много читал Об этом Вообще Я Пришел К Богу Через философию Это очень Необычно Я так Сну слышал Потому что Многие люди Наоборот уходят Вот И я читал Есть такой Граф Орлов Он писал Отношение человека С дьяволом Такая странная книга Я могу сказать Что источник вдохновения Он совершенно различен То есть Может быть И Бог И совершенно Противоположно Я знаю Многих Музыкантов Известных На весь мир Там Тот же Битлз Который сказал Что они будут Популярнее Чем Библия Вот Христа Да Да То есть И Есть многие музыканты Которые признаются Что они подписывали договор Что они подписывали Кровью договор То есть Ну люди по-разному К это относятся Но я думаю Что Есть в этом Что-то Да Вот И Есть гениальное произведение Которое там Мастер и Маргарита Булгаков То есть Как это можно было написать? Как кот может Компосировать билет В трамвае? Это Это Мастер и Маргарита Это отдельная статья Это притча Очень страшная притча Очень глубокая Если мы знаем Творчество Булгакова И Значит Подробности Написания И расшифромы Захоронения потом Я слышал расшифровки Я слышал расшифровки Это проповедь От противного Там сам Фактически Сам дьявол Говорит о Боге Где? То есть Страна Которая опустилась Ниже Ну вообще Я читал о нем Что он имел Реально То есть как бы Он был тем Который имел отношения С потусторонним Если не знать Трактовок Можно понимать Это произведение? Нет Это плохо Первое впечатление Оно Оно именно Такое вот Окультное Пугает Будораживает Я бы так сказал Вызывает Отторжение Но Глубокий анализ Почему Как говорит о том Что здесь идет Косвенное Оправдание Бога Это Ну такая вот Апологетика Крайняя что ли Я не знаю Она неприемлема Безусловно Потому что там Сильно много черного По духу чувствую Что Просто Оно По злому Очень по злому Гениально То есть Оно Придумать это Человеческому Просто вот Обывателю Сознанию Обычному человеку Невозможно Он был не совсем здоров Не только Тот же Гоголь Аналогичная Как бы Параллель Виль Мертвые души Я смотрел Сейчас вышел фильм Россия сделала Я не знаю точно Кто сделал По гогольским мотивам Мне нравится Смотрю там Актеры известные Думаю Я очень избирателен К фильмам Очень редко смотрю Но посмотрел Думаю Надо посмотреть Но когда я посмотрел Промо-ролик Вот этот Да И На произведение Вид сделан Ну просто Я не умею Это смотреть Я не вижу Не то что смысла Не отторжение Внутреннее происходит И между тем Между тем Это в категории Гениальных произведений Да Я говорю Что это по злому То есть мы можем Прийти к какому-то заключению Что все-таки Есть другой источник Вдохновение здесь Вряд ли подойдет Источник Вот этот Да Я думаю Если копать Именно Оттуда Еще с тех Люцифер Тяжелую музыку Тяжелый металл Ведь огромный процент Людей Слушает эту музыку И тоже что-то Черпает оттуда Какой-то Источник Какой-то заряд Рвать Метать Крушить Да Но даже в тяжелой музыке Есть такая градация Ближе к здравому смыслу И дальше От здравого смысла То есть Деструктивные тенденции Такие Они присутствуют Собственно И частоты Которые Употребляются Ну Это характерно Для бунта Я где-то говорил Когда-то в интервью Это Это подростковое сознание Это Дайте мне свободу Дайте мне Казалось бы Ну В Советском Союзе Должен был родиться рок По всем Показателям Тяжелый рок Должен был Родиться в Советском Союзе Он родился на Западе Ну вот После джаза Как-то по продолжению Развития Что же на Западе Чего мало было Чего вам не хватало А не хватало Именно вот этого смысла Не хватало Глубины Не хватало Ну и протестные настроения Они охватили Молодежные круги Там движения хиппи Были Ну и вот Вся тяжелая музыка пошла Рок Симфорок Потом Спасибо Если немножко Наше время подходит К концу Если Немножко еще Процитировать Несколько строк Вот я Удивлялся Например Того же Евгения Александровича Тушенко Не крест Бескрестья Написал Написал Немножко Это классик Мы были с супругой На его концерте Повести Оставляет Я был расстрелян Ну вот Ну вот Касательно церкви Оставшиеся пять минут Семь минут У нас есть Касательно церкви Вот что можно Посоветовать Вот Почему церковь Поделила Творчество На 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 Духовно Религиозные Вообще Понятие Духовности Вот Волны Вечности Русская Духовная Поэзия Это же Множество Людей Которые В принципе В нашем Классическом Понимании Они далеки От евангельского Формата Верующих Людей Да Но 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 Это порывы Но это Тут же Держави Я помню Я сдавал экзамен По русской литературе Еще в советской школе И И Очень молился Просил Бога Вытянуть билет Рассказать Любимое Светворение Наизусть И Представляете Она меня Первого вызвала Или второго Из класса Тридцать два Ученика И я вытягиваю билет Ваше Любимое Светворение Наизусть И я Конечно же Лермонтова Молитва Это был Хороший шанс Я не был Человеком Агрессивным Я ничего там Не толкал Но Но Когда я Дочитал до середины Минуту жизни Трудную Она остановила меня Александра Сергеевна Была такая Очень Жестко Критиковала Верующих людей Она остановила Достаточно Еще одно И я говорю Ода державина Бог Не надо И говорю Ну хоть один куплет Ну это же Известные классики Ну один куплет Я прочитал Пятерку поставил Со вздохом И с гневом Вот То есть Мы говорим О том Что эти люди Я повторяю свою мысль Они Ну далеки От 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 Евангельских Христианских Мотивов Да Но Но это же Духовная поэзия Или нет Владимир Александр Вы поступили Как апостол Павел В Афинах 17 глава Афиняне По всему я вижу Что вы как бы Особенно набожны Поэтому вот Ходя между Вашими святынями Я увидел Жертвенник Неведомому Неведомому Богу Вот этого Которого вы Не зная чтите Вот Не зная Чтите Ведь люди пользуются Даром Божиим Они стремятся к нему Я проповедую вам Бог сотворивший мир И все что в нем Он не рукотворенный Он отталкивается От Греческого творчества Как некоторые из ваших Стихотворцев Что он делает Он цитирует Вот это Очень важно Понять Но То есть он читал Как минимум Греческих философов Конечно Но с другой стороны Ему было дано Это он мог делать Как человек образованный Как человек Владеющий информацией В церкви В каждой церкви Есть такие люди Нельзя требовать От простой Христианки Которая У которой бабушка Христианка Мама христианка А она все же не христианка Иди проповедуй Ее не поймут Она живет Близко к Богу И она Знает Библию Наизусть Вот это Нужны люди Которые Знают Язык Грешников Которые могут Говорить с ними На их языке Как апостол Павел Значит Знал Культуру греческую Вот Мне кажется Что это В каждой церкви Найдутся такие люди И им нужно Создавать условия Для проповеди То есть Вы верите Вы считаете Что это не просто Приемлемо Это необходимо Чтобы иметь общую площадку Для диалога Надо как минимум Что-то читать Что-то слушать Уметь выбрать Вот это зерно Как правило Бог уже Таких людей В церковь приводит Готовых Они обращаются к Богу И идут в мир Для того Чтобы свидетельствовать Но если Человек далек от этого Он как бы свят Он при храме Он всегда служит Богу молитвами И в том числе Он должен молиться От тех Кто проповедан Но главная мысль Имеем ли мы Право Как духовные люди Отрицать Что Что дар Как дар Тем он и дар Что не заслуга Что дар Божий Скажем То же самое творчество В области музыки Пусть это будет архитектура Пусть это будет живопись Пусть это будет стихосложение Дар Божий Он не дается За то Что ты верующий Потому что Масса есть людей Которые далеки Вообще от веры В Бога Конечно Я думаю Что да Что иногда Людям Свойственно Рассуждать Рассуждая Осуждать Я думаю Что Бог Выбирает Тех людей Которых Он хотел бы И которые Сделают То Что является Его волей Она благоугодная Совершенная Я могу сказать Пару моментов Вот в заключение Что Если Вот на мой взгляд Сейчас Какая у меня есть стратегия То есть наверное Это будет более Ну самое интересное Что Что я делаю Как я делаю Как я понимаю Вообще Свой вес Я понимаю так Что нужно делать Максимально Качественный продукт Максимально На хорошем уровне Чтобы Это было интересно Миру Чтобы мир Смог Услышать Меня Если я Донесу им Свой продукт И смогу Поделиться О том Что я Есть верующий Человек Я есть Человек Который Любит Бога И Смогу Потом Петь Который Они будут Слушать Песни Эта песня Будет о Боге О любви Его И так далее Это будет Намного Больше Иметь Влияние И результат Я просто Смотрю Сейчас Когда человек Известный В миру Делает Песню О Боге Христиане Эту песню Съедают Ее крутят И в церквях Я сейчас Это наблюдаю Повсеместно А если говорить О самой церкви О самом служении Есть определенная Традиционность Вы наверное Прекрасно понимаете О чем я говорю То есть И традиции Они не меняются И потому Очень часто Я сталкиваюсь С тем Что профессионалы Музыканты Профессиональные певцы Профессиональные музыканты Они не находят Себя там Потому что Тот уровень Который у них есть Он Церкви Неинтересен Церковь хочет Песен Которая сможет Петь весь зал Они не хотят Чтобы ты пел Сложные мотивы Потому что Зал не сможет С тобой повторять Они хотят Чтобы это было просто Чтобы это было доступно И потому музыканты Которые профессионально Развиваются Они не находят себя Они часто Просто служат Но они не смотрят На церковь Как на Платформу Для реализации Своих талантов Спасибо Роман Спасибо Владимир У нас осталась Одна минута К заключению эфира Большое спасибо Я очень надеюсь Что наш разговор Имел Не было интересно Не было интересно Послушать Не было интересно С вами Разобраться Да Поэтому Уважаемые друзья Мы не сомневаемся Что вы почерпнули Для себя что-то ценное Возможно вы как-то По-другому посмотрите На творчество В том числе И христианское творчество Мы сегодня Говорили о том Что Бог Наделяет дарами Разных людей Это как красота Как мудрость Как Что хочешь Бог дает Но человек должен Богу это вернуть Прийти и поклониться И вернуть этот дар В руки Божьи Это уже ответственность Самого человека Пусть Бог благословит вас До скорой встречи До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok